Всем привет! Представляем вашему вниманию новую рубрику, которая возможно станет постоянной. Эти люди никогда не получат карточки легенд в FIFA, но в рамках российского футбола в целом и чемпионата России в частности, они несомненно являются легендами. Поддержите эту рубрику лайками, если она вам придется по душе. А перед тем, как мы начнем, хотим порекомендовать вам уникальное футбольное шоу на ютубе. Следите за жизнью реальной женской футбольной команды. Они играют в футбол и делают это красиво. Подписывайтесь на канал Это Футбол Детка, ссылка в описании. Не забудь написать там, что ты от Кибербола. А первым героем цикла легенды РПЛ, как вы уже догадались из названия видео, станет неподражаемый аргентинец Эктор Бракамонте. Поклонники серии FIFA имели честь поиграть за браку в FIFA 11 и 12, когда он представлял Терек и Ростов соответственно. Но это уже был закат его веселой карьеры. Самые яркие годы Бракамонте в России пришлись на середину и конец нулевых. Он никогда не был быстрым и техничным футболистом. Но в любой момент Пушкин мог совершить то, что он сам называл маленьким сумасшествием. В общем, в плане харизмы и интересной жизненной позиции, таких персонажей в чемпионате России больше никогда не было. Эктор является воспитанником легендарной Боки Хуниорс, за которую дебютировал на взрослом уровне 12 мая 1998 года. Но лишь спустя 5 лет скитаний Бракамонте провел полноценный сезон в Боке. Как раз перед своим отправлением в затяжной российский вояж. В том сезоне Форвард провел 32 матча и забил 16 голов. И благополучно уехал в Россию. Аргентинца подписал торпеда Металлург, впоследствии превратившийся в ФК Москва. Появление Бракамонте вызывало недоумение у многих. Уж слишком непривычной для местных экспертов была манера его игры. Тогда сложно было представить, что ему суждено стать легендой. Как минимум для клуба, который просуществовал недолго. Брака является рекордсменом ФК Москва по количеству сыгранных матчей и забитых голов в чемпионате России. С 2003 по 2009 год Форвард сыграл 138 матчей и забил 36 голов. Можете не сомневаться, что этот рекорд останется навечно. Ведь вряд ли кто-то когда-то решится возродить эту странную команду, которая даже умудрялась светиться в Еврокубках. Своей технической подкованностью Эктор был очень далек от Диего Марадонны. Но в его карьере был один легендарный гол, в котором присутствуют нотки Дона Диего. Так Брака забивал Спартаку в 2005-м. Тогда Москва под руководством Слуцкого обыграла красно-белых со счетом 3-1. После Москвы аргентинец поиграл два года в Тереке, за который провел 37 матчей и забил 4 гола. Еще сезон он побегал в Ростове, записав в свой актив 6 голов в 25 матчах. После этого еще два сезончика он провел на родине и завершил карьеру в 35 лет. Бракамонте нередко в своих интервью вспоминает российскую погоду, рассказывая истории о морозах, когда у него леденела шевелюра. Более того, аргентинец жаловался не только на морозы, но и на жару, о которой его никто не предупреждал. Кстати, на русском языке он говорит тоже очень неплохо. Этот парень свой в доску. Ну и куда же без культовой истории от браки времен выступления за Терек? Форвард ехал в машине с Рамзаном Кадыровым и в шутку направил на того автомат, лежавший в автомобиле, думая, что он игрушечный. В общем, не самая веселая шутка вышла, но последствий вроде как не имела. Круче всего свою карьеру описывает сам футболист. Он называет себя музыкантом-неудачником, которому пришлось играть в футбол. Эктор отлично владеет гитарой. И еще во время российской карьеры не раз это демонстрировал. И шутил, что хочет записать музыкальный диск. Но, как мы знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Сейчас Бракамонте работает детским тренером в структуре Бока Хуниорс. И параллельно реализовывает свою давнюю мечту. Эктор собрал блюз-бэнд, где выступает в качестве гитариста. А еще он пишет и сочиняет песни под гитару. В его репертуаре есть даже несколько русскоязычных композиций. А еще он очень любит посещать театр. В общем, этот мужичок живет полной и насыщенной жизнью. Неординарный персонаж с неординарной карьерой. Настоящая легенда РПЛ. Ставь лайк, если тебе понравилась эта рубрика, и ты будешь ждать ее продолжения. Пиши в комментариях, кого бы ты хотел видеть в качестве ее героя. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого! Удачи, все, хорошего весь. Спасибо за все.